Мы выехали втроем, Альтаир, я и Макс, в тоннеле в саду, и как всегда я с собой вожу мусор. Положила под ноги специально, чтобы не забыть, и забыла выбросить. Мы ждем Макса. Альтаир, скажи, не забудьте подписаться на канал, писать комментарии, я всегда буду ждать комментарии от вас. Альта, да? У нас снова стало жарко, пришлось надеть шорты, футболочки. Ехали в теплостандарт, в офис, покупаем фильтр для воды. Макс пересмотрел множество обзоров, отзывов, очень долгое время отбирал, выбирал, и вот наконец-таки купил, который по цене хорошо стоит. Вот такой. Ой, блин, поздравляю тебя с покупочками. Хотела там поснимать, забыла камеру взять. Там котлы и все остальное. Это мангалы, потом ватонагреватели, как называется. Вон дядя охранник сидит. Ватонагреватель, это бойдер, да? Наверное. Кто будет устанавливать? Сам. Все, сам. Останавливать будет сам. Сделать хочешь лучше? Лучше сделать сам, Дима. Плюс сэкономь 10 тысяч. Плюс сэкономь 10 тысяч. Живем в современном цифровом мире, где есть Ютуб. Всякие инструкции можно и самому поставить, если руки ровные, да? И с нормального места. Как у меня, скажи. Почти как у меня. Осень уже, смотри. Осень, осень уже. Мы тут шторы выпираем в Алимдеке. Зал. С вот этим мальчиком ходить куда-то по делам нереально. Но мы заказали шторы. Мы сейчас, Макс пошел покупать гордину. В зал будем вешать штору. Какого цвета? Такого же цвета, как вся наша гостиная. Но будет зато уютнее. Потом надо будет быстренько поехать домой. Добрать Данельку, разбудить ее в саду и свозить в стоматологию. Сейчас я ее повезу. Скоро в стоматологию. У нее был еще один зубик, который мы не долечили. Вот, надо вот его долечить. Пойдем делать зубки в денталику. До этого мы два раза ходили в денталику. Лечили. Один зубик лечили. И вот пойдем к тому же врачу по направлению бесплатно. Хороший врач. Все объясняет, все рассказывает. Подходит, находит подход к ребенку. Все понравилось. Надеюсь, сегодня будет безукольчик, безболезненно. И Данеля будет смелой. Идет диджей. Зачем на всю громкость ставишь музыку? Аль Таир. Правильно, это что такое? Да. Ну что, Данеля, рассказывай новости. Хайда барден. Здесь, Данеля, лечила зубки. Плюс на пломб, а еще были дыречки. Да, одну дырочку быстренько залатали. И все, даже не больно, даже не успели мы туда сесть. И пришлось уже вставать и выходить. Да? Молодец. Еще Данеля получила грамоту первое место. А потом нам дадут грамоту, распечатают. Я первое задание уже выполнила. Выполнила. Да. Молодец. Потом в курсе темы, сграмотный диплом, да? Мы ждем Макса, он поехал взять что-то там. Если пройти смелой, быть даже не бывает больно. Если пройти смелой и не бояться, больно не будет. Да, не бывает. Молодец, смелая девочка. Вот мальчик спал, пока нас ждал. Ну, он хоть с меня плакал. Плакал, он плакал, плакал и плакал. Вот такой фильтр Макс сейчас будет устанавливать. Вон он сюда залез. Ну, он в шортах. А тебе так кажется, что ты без одежды. Ха-ха-ха. Мы быстро пришли, покушали. Покушали. Это жарко. Да, жарко. Вот такой трехуровневый. Ничего не знаю, что рассказать. В общем, вот такой один фильтр. Один вот этот вот. И один вот такой. Кондиционирование воды. Умягчение, комплексная очистка. И умягчение. И тут уже... А, нифига, он тяжелый. Вот что происходит за экраном. В итоге дырями на столешницу. Сами. Не знаю, куда подобраться. Скорее всего, здесь будут стоять. Вот здесь неудобно. Вот здесь, наверное. Ближе к тому, к нашему крану, тоже места нет. Куралка, ну ладно. Давай. Еще 100 миллионов кухни будет у нас. Что, понятно? Все понятно? Или что-то объяснить? Закончили все дела на кухне. Вроде все нормально работает. Теперь будем вешать гардину. Освободили здесь все. И вот, скоро у нас шторки будут висеть. Тюль я не брала, тюль не буду вешать. Потому что у нас есть ролл-шторы, день-ночь. Обычные шторки тоже не помешают. А сегодня с Максом годовщина свадьбы 7 лет. В этот день у нас была свадьба в городе Ускаминогорск. Красивая. Осенняя свадьба. Бракосочетание было вообще волшебное. Не передать словами. Данели, к сожалению, там не было еще. Я потом доделась, и мне дали цветок сегодня. Пойдемте покажу. Макс подарил нам цветочек. Каталька мне подарил. Ее, Данельке подарил цветочек. Мы сегодня оставили детей. И сходили, отпраздновали. Как раз с Ариной встретились. А Данели сказали, что мы пошли на работу. Мы на работу тоже ходили. Потом туда Арину увидели. Встретились с Аринкой. Она привезла нам из Грузии чурчхелу. Самая настоящая. Похожая, правда, на колбасу. Очень вкусная. Настоящая чурчхела. Прям. С редким орехом. Одна, по-моему, с другими орешками, я сказала. Спасибо. Алине? Мне вот такой дали цветочек. Очень нравится. Очень красиво. Тосочка любимая. Еще брелочек с надписью Грузия. Мама, у нас там тоже подарили? Нет. А сейчас мы будем вешать сюда шторы. Гардина у нас уже готова. Висит. Тот же день мы повесили, когда снимали видео. А сейчас повесим шторы и покажем, как. У меня такой длинный цветок и большой. Как будто у меня спадла сегодня тоже. Папа, совсем дудак. Вот брелочек. Покажи брелочек. Вот такой брелочек. Ура, ура, ура. Ура, ура. Ура, ура, ура. Такой у нас еще сын родился. Мне как будто 8 лет. А мне еще 5. О, на, на, кто сделал, Балана, письмо. А на, Камалу дает. Подарок, Арина, дам. И вот все-таки еще 5-10 лет. Сделали я. Ай-тя. Ай-тя. Ну и попросили Швию, чтобы она вот это все сделала, а она забыла. Не сделала теперь. Еще и крючки не положила. В общем, теперь вот мы с вами продеваем крючки. И сейчас Макс повесит. Алиса, стоп. Мама, можно тебя видеть? Да. Да-да-да-да. Повесили мы шторы. Вот такой теперь у нас вид стал. Непривычно. Вот так все это выглядит. Нам показалось вначале, что стало немножко темно. Да, Макс? Потом освещение немножко изменил. Макс направил вниз что-то. И вроде как нормально. Тюль мы специально не заказывали. Тюль вешать не будем. У нас вместо этого шторки день-ночь. Мне все нравится. В принципе, прикольно. Цвет стен, может быть, в следующий раз в гостиной делать посветлее. Светло-серые какие-нибудь. А так, в принципе, уже стало уютнее. Этот тату, наверное, здесь так и будет стоять. Потому что его уже некуда убрать. А вот здесь вот будет пусто в уголке. Как вам? Вон там, получается, из-за вот этого ригеля. Я называю это ригель. Такая пустая зона. Ну, не знаю, там что можно придумать. А так, в принципе, прикольно. Еще я не прогладила шторы, оказывается. Он мог прогладить. Здесь полосочка, видно, здесь. Ну, посмотрим, если за пару дней не разгладится. Что это? Шов? Нет, это так поглажено. Если не разгладится, притеснять и перевесить. Как вам? Напишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!